День Днепра Футболистов растирали перед тренировкой, в случае необходимости накладывали профилактические пластыри и тейпы. Несколько раз по утрам производилось взвешивание, в процессе которого тренер по физподготовке Маркас Альварес с помощью специальной аппаратуры фиксировал такие показатели, как процент мышечной массы, жира и другие. Эти данные позволяли контролировать ход всей работы на сборе. В 8.00 команда легко завтракала, а через час отправлялась на тренировку. Утреннее занятие проводилось в гольф-клубе. Поля для этого вида спорта, благодаря сложному рельефу, позволяют проводить работу, направленную на развитие сразу нескольких качеств и различных групп мышц. Днепре они бегали по равнине, совершали ускорение вверх по склонам разных углов, работали над скоростной выносливостью и силой. На каждой такой тренировке футболисты преодолевали в общей сложности по 6-8 километров. Несколько раз проводилось тестирование. Не меньшую нагрузку получали и работавшие отдельно с тренером Педро Харо вратари. Ян Лаштовка, Антон Канеболоцкий и Игорь Варцаба не совершали продолжительных забегов. Однако они делали такое количество ускорений, коротких рывков, прыжков и различных упражнений, что едва могли дойти до автобуса, который вез команду обратно в отель. До отдыха, тем не менее, было еще далеко. Спустя буквально несколько дней после начала сбора в распорядок дня было внесено получасовое занятие в гостиничном тренажерном зале. При этом игроки делились на группы. Одна часть занималась непосредственно в зале или со штангой и гантелями, другая выполняла специальный комплекс упражнений с физиотерапевтом Хавьером Бесерой. На 13.00 был назначен обед, а за час до отъезда на вторую тренировку вновь закипала жизнь в массажной комнате. На занятия в футбольный центр Морбельи Днепр отправлялся в 16.00. Надо сказать, что настроение по дороге на эту тренировку в автобусе было куда веселее. Предстоявшие игровые упражнения сердцу футболиста куда милее беговой работы. Это не для весы! Полтора-два часа на футбольном поле посвящались работе над тактикой. После непродолжительной разминки, которая иногда состояла из весьма необычных упражнений, наступал черед специальных упражнений. Отрабатывались компактность и слаженность действий в обороне, организация прессинга на чужой половине поля, переход из обороны в атаку, проведение быстрых вылазок к воротам соперника. Одним из основных требований тренеров была скорость. А потому не случайно даже во время завершавших тренировку между собойчиков на ограниченном пространстве или мини-турниров игрокам разрешалось делать не больше двух касаний. Надо сказать, что во время игр кипели настоящие эмоции. Каждый эпизод, каждое единоборство переживалось, как в официальном матче. Желание победить каждой стороны било ключом, из-за чего партнеры то ссорились, то вместе радовались. Но такой соревновательный элемент лишь еще больше объединял команду, которая в отель возвращалась хоть уставшая, но на хорошем эмоциональном подъеме, устраивая себе небольшие песенные праздники в автобусе. Привет, Андрей! Ты у вас, ты у меня скорей! Привет, Андрей! После ужина, начинавшегося в 8 часов вечера, жизнь команды отнюдь не замирала. Игроки шли к доктору Валентину Мовчану на необходимые процедуры, делали очередные массажи, повышенное внимание уделяя ранее травмированным местам и то и дело появлявшимся новым мелким проблемам. Что во время сбора считается обычным явлением. В это время администратор Днепра готовился к следующему дню, раскладывая по местам полученную из прачечной формы и 23.00 было временем отбоя.